Елизавета Солонченко В Стихле депутаты готовы были рассказать журналистам, почему выбор был сделан именно в ее пользу. Она очень энергичный человек, она может работать по 17 часов в сутки. Я с ней работал и знаю, что у нее идеи иногда приходят в 12 часов ночи, она будет меня. Мне говорят, надо бы встретиться. Это действительно факт, это действительно было и дважды. Один раз в 12 ночи, другой раз в пол первого ночи. Мы обсуждали разные абсолютно вопросы, в основном это связано было с развитием города. В городской администрации теперь появился новый тандем Солонченко-Белов. Депутаты уверены, оба они умеют работать в команде. Елизавета Игоревна хоть и женщина, но со стержнем внутри. Это такая, знаете, мягкая жесткость, я бы сказал. То есть все чувствуют себя комфортно, всем приятно работать, нет излишнего давления. И в то же время Елизавета Игоревна умеет очень дипломатично донести необходимость и неизбежность выполнения задач. Как в китайской технике, иньянь. Вот всегда, поверьте, даже в крупном бизнесе и в серьезном управлении не хватает женской части. Почему? Женщины более тонкие, они более коммуникабельные, они более чувствительные, во всех хорошем условии. Елизавета Солонченко была депутатом трех созывов в Думе, является руководителем городского отделения «Единой России». Опыт работы большой, но и задачи впереди стоят серьезные в преддверии чемпионата мира по футболу. Конечно, главная задача это успокоить людей по КТС, по транспортной схеме. Нужно сделать так, чтобы люди действительно понимали, к чему мы стремимся. К улучшению качества перевозок, безопасности перевозок, а не просто набиванию карманов. Глава города в первую очередь должен чувствовать настроение жителей, слышать и реагировать. Просто говорить. Наверное, здесь неуместно, я считаю, что нужно больше делать, чем говорить. Очень хочется успеть сделать проекты типа «Активного гражданина московского», для того, чтобы у нас действительно жители принимали участие в принятии решений городских. Задача номер один на сегодня – это слаженная работа правительства региона и городской администрации, а также умение договариваться и определить общую стратегию развития города. Юлия Серебрякова, Илья Васенин. Столица Нижний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова